Солнце это личный термоядерный реактор для нашей планеты. Солнце состоит на 75% из атомов водорода и на 25% из атомов гелия. В его глубине находится ядро, равное примерно 1,4 диаметра Солнца. В этом ядре и происходят термоядерные реакции. Как устроены атомы вы уже знаете из первого урока об устройстве атомов. Если нет, то обязательно посмотрите его. Термоядерная реакция протекает следующим образом. Вначале два протона сливаются, образуя дейтрон, позитрон и электронная нейтрина. Эти протоны должны иметь достаточной энергии, чтобы преодолеть кулоновский барьер, то есть сблизиться друг с другом для возникновения притяжения. Затем дейтрон сливается с еще одним протоном, образуя ядро атома гелий-3. Где-то рядом происходит образование других таких же ядер гелия. Далее два ядра атома гелия-3 сливаются, образуя ядро атома гелия-4. При этом высвобождаются два протона и большое количество энергии. Ядро это единственное место на солнце, в котором энергия и тепло получаются от термоядерной реакции. Остальная часть звезды нагрета этой энергией. Вся энергия ядра последовательно проходит сквозь слои вплоть до фотосферы, с которой излучается в виде солнечного света. Итак, энергия выделилась, но до поверхности самого солнца еще огромное расстояние. Над ядром находится слой, который называется зоной лучистого переноса. Этот слой заканчивается примерно на 0,7 радиуса Солнца. В этой зоне энергия, выделившаяся в ядре, передается за счет переизлучения фотонов. То есть из ядра Солнца вылетает высокоэнергетичный фотон, который встречает на своем пути, допустим, атом водорода. Этот фотон поглощается. Процесс поглощения заключается в том, что внешний электрон данного атома переходит на более высокую орбиталь за счет переданной ему энергии. Такое состояние называется возбужденным. Атом водорода переходит в возбужденное состояние. Однако это состояние неустойчиво, так как электрон летает на высокой орбите, а под ним есть пустая орбиталь. Как мы знаем, все в мире стремится к минимуму энергии, поэтому электрон спускается обратно на свою обычную орбиталь. При этом переходе происходит выделение фотона, то есть света. Этот фотон может излучаться в любом направлении, хоть в сторону ядра, хоть в сторону поверхности Солнца. Таким образом, фотон может пробираться через зону лучистого переноса очень долго. В среднем этот путь фотоны преодолевает за 170 тысяч лет. Над зоной лучистого переноса находится конвективная зона. Здесь происходит перенос энергии в сторону поверхности за счет движения самого вещества. Далее идет атмосфера Солнца, которая состоит из фотосферы, хромосферы, переходной зоны и короны. Фотосфера – это самый нижний слой солнечной атмосферы, который излучает свет, видимый нами. Толщина этого слоя около 100 километров. Температура по мере приближения к внешнему краю фотосферы уменьшается 6600 кельвинов до 4400 кельвинов. Следующий слой – хромосфера. Этот слой жарче. Его температура достигает 19000 градусов по Кельвину. Здесь происходят горячие выбросы от 1000 км в ширину и до 10000 км в высоту. Хромосферу сменяет переходная зона в несколько сотен тысяч километров в толщину, которая нагревается с помощью короны и излучает ультрафиолет. Самый внешний слой атмосферы – это корона. Она состоит из разных элементов, включая корональные петли и потоки ионов. Ее температура составляет от 500 тысяч градусов до 6 миллионов тысяч градусов по Кельвину, иногда достигая десятки миллионов градусов в момент вспышек на Солнце. Потоки частиц, исходящие из короны, называются солнечным ветром. Время, через которое Солнце потратит свое топливо и термоядерная реакция прекратится, оценивается в 6 миллиардов лет. После этого Солнце превратится в красного гиганта, а затем в белого карлика. К этому моменту хорошо бы свалить с планеты Земля и вообще Солнечной системы и найти себе новый дом. Но для этого потребуется сильный скачок в развитии наших технологий. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и рассказывайте друзьям. Всем пока!